Всем привет! У нас сегодня выходной. Утро. Видите, что делается? Солнце светит. Не знаю, как встать, чтобы поболтать с вами. Я сейчас буду заниматься завтраком. Каждый день одно и то же, чем накормить свою армию. Я вот думала, думала, поискала я в холодильнике. И знаете, нашла макароны. Были макароны с курицей. Курицу съели, макароны остались. Сейчас я на сливочном масле их обжарю с сосисками и забью яйцами. И я думаю, моя армия будет сыта. Так, я буду немножечко перемещаться. Я не знаю, вам, наверное, будет не видно, да, меня? Очень яркое солнце. Сегодня погода прямо обещает быть замечательной. По-настоящему весенней. Все тает, реки текут. Так, масло пока разогревается. А я с вами поболтаю. Я наконец-то выползла из-под камеры. Вы скажете, сейчас сама под камерой. Да, я имею в виду недельный вязальный влог. Это очень тяжелая рубрика. Снимать ее реально тяжело. Я всех блогеров прям понимаю искренне, потому что ты привязан к камере, ты привязан к вязанию. Ты не можешь шаг вправо, шаг влево некогда. Если ты уже начал вести эту рубрику, да как же мне встать? То ты несешь ответственность перед своим зрителем. Потому что обещанные ежедневные видео должны выходить на канале. Очень тяжело. И неделю стартов девчата снимают. Это очень тяжело. И недельные влоги. Ну, прямо сильно я подустала. Энергетика у меня вся туда ушла. И как выжатый лимон. Я не жалуюсь. Вы не подумайте. Ни в коем случае я не жалуюсь. Вот. Я сегодня встала отекшая. Как не знаю кто. Наелась вчера маринованных арбузов на ночь. Знала, что будет такая песня. И все равно я наелась и много их съела. Прям не могла остановиться. Ем и говорю, Саш, я так хочу уже. Лето хочу арбуз настоящий, а не маринованный. Вот так. У меня масло уже почти подрастаяло. Вот. И все. И наелась. И гляньте на меня. Ну, кошмар. Ну, что делать? Ну, что делать? Так. Завтрак-то я своим готовлю. А я не завтракаю. Вообще никогда. У меня кофе, кружка кофе и все. А Саша меня... Сколько мы с ним живем? 13 лет. Столько он меня и ругает. Так. Ну, наверное, не будет. Видно? Столько он меня и ругает. Говорит, завтракать нужно. А я не могу себя заставить. Не могу приучить. Вот такие вот дела. Сейчас я накормлю их. И у нас сегодня очень много дел. Поедем за продуктами. Все позаканчивалось. И химия, и продукты, и все вообще. Пока пообъедем. Она часа два пройдет не меньше. Потом уборка. В общем, оставайтесь со мной. Сегодня не вязальное видео. И о вязании не будет ни слова. Кто не любит такие видео, проходите дальше по другим роликам. Есть на моем канале много вязальных видео. А сегодня у меня влоговое видео. Просто ни о чем. О жизни. О том, как мы живем. И чем занимаемся. Я завтрак приготовила. Я на диету так и не села. Я не могу на нее настроиться. Когда ну совсем меня не тянет на эту диету вообще. Но вчера я себе приготовила тыквенный суп-пюре. И даже один раз ела. Хорошо. Он прям и сытный такой, и легенький. И замечательно. Еще я из тыквы кашки себе готовлю. Очень люблю тыквенные каши. С замороженными у меня ягод очень много. И со смородиной, с малинкой, с ежевикой. Красота. А вы чего-нибудь знаете из тыквы? Рассказывайте мне. Рассказывайте мне. Делитесь рецептами. Не дайте мне растолстеть окончательно. Так, ну ладно. Будем завтракать. А у нас на улице сегодня прям весна. Тепло. Птички поют. Красота. У нас, наверное, градусов 5. Течет все. Реки текут. У нас снега много. Сейчас все пока потает. Уплывем. А так классно. Тепло. Прям тепло на улице. Хорошо. Так, Саша у меня выгоняет машину. Сейчас поедем с вами за покупками. Со списком. Я только со списком везде. Потому что память девичья. Приезжаю вечно. Одно забыла, другое забыла. Третье забыла. Купила то, что не планировала. И все. И начинаем сначала. Поэтому я всегда пишу списки. И по списку я ничего не забываю. Так, выгнал машину. Все. Поехали. Начнем, наверное, мы со склада оптового. Потому что мне нужно заехать купить муку. У меня мука закончилась. А Слава у меня просит пирожки. А я не хочу их печь. Но придется. Наверное, придется. Ох, где бы на все взять время. Что-то совсем не хватает ни на что времени. Так, ладно. Мчим. Так, ну мы муку купили. Сейчас направляемся в светофор. У нас такой он, светофор, не очень. Открылся недавно. Маленький. Выбор не совсем такой, как хотелось бы. В Волгодонске гораздо лучше. В соседнем городе. Ну вот. Ну, не хочется ехать туда. Не так много нам и нужно. Чтобы кататься. Так что будем по месту. Еле припарковались. Машин куча. Поставили как-то непонятно. Как только для себя. Как хочешь, так и обходи. Так, заходим в магазин. Химию надо подобрать. Не вижу ли нора. Нет, да? Да, слабенько. Слабенький. У нас прям вообще слабенький магазинчик. Мои любимые корзинки. Подешевели, кстати. О, уже грунт позавезли. Пора сажать рассаду. За селедкой очередь выстояла. Как в Советском Союзе. За дефицитным товаром. Ну, в светофоре она сильно уставшая. Вот. Я вам показала. Магазин у нас рыбный. Отличный просто. И цены хорошие. И продукция всегда свежая. Класс. В общем, купила селедочки. Заехали еще в Магнит. В пятерочку. В общем, все покупки сделаны. Направляемся домой. Покажу, что купила. А кормка там-то мы и не купили. Все. Я сейчас, значит, дома останусь. А Саша поедет, докупит. Саш, поздороваешься? Поздороваюсь. Так, друзья. Ну что, смотрим мои покупочки. Вот так вот выглядит мой стол. С заваленный продуктами. И такого особенного ничего и не покупали. Йогурты взяли. Слава у меня любит йогурты. Да, я и сама люблю иногда. Я только клубничные есть не могу. У меня аллергия. А другие ем. Ему взяла клубничные. Консервы тунец. Мы очень любим тунца. И намазки всевозможные делаем. На бутерброды. И лаваш я им начиняю. Так, молоко. Два пакета я взяла. Горошек зеленый. Две банки. Или три. Три банки горошка. Так. Саша пирог купил. Зачем-то непонятно. Он, наверное, хочет освободить меня от выпечки пирожков. Прекрасно. Баба с воздуха были легче. Кашу. Это я взяла себе на завтрак. Я люблю такую кашу. Вы не подумайте, что я не умею варить. Я, конечно, умею варить каши. Но люблю именно такую. И замечательно, что здесь даже колораж указан. Не надо ничего высчитывать. Ну, вот так. Люблю я такие каши. Ну, что сделаешь. Так. Сыр плавленый на завтрак. Замечательно. Масло сливочное. Славик взяла отраву. Сухарики. Но он их очень любит. У нас они в магазине, который в шаговой доступности, дорогие. Поэтому я ему купила. Одну пачку. Так. Кетчуп. Он бы ел его бесконечно. Я говорю, ты кушаешь не что-то с кетчупом, а кетчуп с основным блюдом. Так. Паштет вот такой мы очень любим. С маслом внутри. Отличный, вкусный очень паштет. Банка сметаны. Сыр. Такой добротный кусочек. Так. Что у меня еще здесь? Молоко сгущенное. Очень много... Ай! Падает все. Очень много макаронов. Потому что мои любят макароны в разных видах. И едят их просто бедрами, я бы сказала. Но я макароны не люблю. Я не ем макароны. Так. Морковка. Хлебушек. Саша любит. Тут такой цельнозерновой хлеб. Черный. И Слава у меня очень любит его. Так. Капуста. Тоже это пекинская на салат. Саня предпочитает есть сезонные овощи. Он не любит маринованную пищу. Считает это вредным. И пусть считает, а мне вкусно. Вот. Но теперь если я все-таки соберусь на диету, то прекрасно. Будем... А салатик с этой капустой делаем с кукурузой, с горошком. Прекрасно. С растительным маслом. Замечательный получается салат. Так. Кефир. Капусту на борь взяла. Это укропчик. Из круп, пшено, гречка и рис пропаренный. Вот. Риса две пачки взяла. Гречка у меня еще в остатках есть. Селедка. Отличная. Замечательная. Крупная такая. Пять штук селедки я взяла. Масло растительное. Взяла тоже пять штук. На стол не поместилась поставить. Казинак. Я такое тоже не ем. А Славке взяли гематоген. Вот. Он до такой степени его любит. Ему никаких конфет не надо. Хотя конфеты он килограммами употребляет. А потом говорит, у меня зубы болят. Я говорю, а ты больше их ешь. Конфеты эти. Скоро последние зубы повысыпаются. А сейчас еще возраст такой. Начали сыпаться зубы клыки. Которые дальние. Следующие за клыками зубы. Он говорит, мама, а почему у меня каждый день по новому зубу выпадает? Половина рта нет. Без зубы. Так что вот такие вот дела. Вот такие у нас покупки. Но это, конечно, еще не все. Еще химия. Сейчас покажу, что взяли. Ничего сверхъестественного. Так. Ну и кормка там. Я не знаю, сколько здесь. Килограмма, наверное, три. Мы берем рассыпной в бетаптеке. Потому что он получается дешевле, чем такой пакетированный китикет и так далее. Мешки для мусора. Зубная паста. Дезодорант мужской. И кондиционер вернель. Так, все. По покупкам конец. Мы собираемся обедать. У меня тыквенный суп-пюре. Мне будет вкусно. У Саши борщ. Хлеб. Цельнозерновой. А детвора наша вся на гульках. Так что мы вдвоем. Порядки навели. И я думаю. А что я грунт не купила в светофоре? Отправила Сашу за грунтом. Пора же уже и огород домашний делать. На подоконниках. Я вам сейчас все расскажу и покажу. Сейчас он приедет у меня. Каким образом у меня это происходит. А напомнил мне об этом сынок младший. Слава. Говорит. Мама, а почему мы лук не сажаем? А я по-разному. Когда в землю. Когда если есть маленький лучок. На перо. Тогда я в землю его сажаю. А если нету. То беру большие головки. В воду. Ну вы знаете. Верхушечку срезаешь. И перья. Ну я говорю. Ну что Саш. Давай. Езжай за семенами. За грунтом. Будем сажать. От пирожков. Съехать мне с них не получилось. Три голоса начали орать. Давай. Пеки пирожки. Я говорю. А зачем мы тогда пирог этот покупали? Ну это мы пока побалуемся. Пока ты не испечешь. Так что поставила сейчас тесто в хлебопечку. И вспомнила свой первый опыт работы с тестом. Мне наверное было лет 15. И я решила удивить родителей. Вообще я категорически. Я росла. Я категорически отказывалась учиться готовить. Мама мне говорила. А как ты замуж собираешься выходить? Я говорю. Ну все же как-то выходят. Так и я выйду. Ну короче говоря. Мне было лет 15. Мама была на работе. Папа на даче. И я решила испечь пряники по рецепту бабульки. Которая. Ну и наша родственница в общем. Она великолепно пекла. Великолепно. И она мне дала рецепт. А я видела как мама тесто делает на вареники. На пельмени. Почему-то все делают в чашке. А моя мама делала это на столе. Просеяла муку. Сделала воронку. Туда выливает и замешивает. Ну и я же так сделала. Просеяла муку. Сделала маленькую луночку. Как мама делает. Я же не туда. Что у меня жидкость это гораздо больше. Я туда значит наливаю в эту луночку. В мини луночку. Эту жидкость. Я вспомню кефир был. Еще что-то там. Яйцо наверное. Как у меня потекло все это. По всему столу. По всей кухне. А кухонька была маленькая. Квартира. Такие квартиры старые. Там кухни были очень маленькие. И у меня все в этом тесте. Я вою. Приходит папа. Говорит. Туда твою налево. Что ты натворила? А я реву. Знаете почему? Не потому что у меня что-то не получилось. А потому что мама будет ругать. Что я перевела продукты. Лихие 90-е. Продуктов и так нет. Вот. И я значит. Папа говорит. Так давай быстро убирай. Ну конечно же я убирала все. Все выдравила. Мама пришла. Все это увидела в мусорном гидре. Как она мне дала разгону. Вот. Ну знаете. Я умела. В детстве научилась готовить дичь. Тоже помню как-то. Это был какой. 94-й год. Мне 12 лет было. Мама. Еще даже не было мне 12. Это была зима. Февраль месяц. Мама лежала моя на операции в больнице. А папа был охотником. И он решил взяться за мое воспитание. Решил научить меня готовить. Я как сейчас помню. Он поднял. Был выходной день. Потому что. Ну учеба. Был выходной день. И он меня разбудил во сколько. Наверное где-то часов в 6 утра. Да. Очень рано было. Очень. Я говорю. Ты издеваешься надо мной. Мне зачем твой зайц? Он говорит. Будем учиться готовить зайца. Ну дичь готовить надо уметь. Действительно. Это не так просто. Она же сухая. И чтобы вот она была вкусная. Мягкая. Сочное мясо. Нужно уметь готовить. Он значит предварительно этого зайца вымочил. А меня учил шпиговать. Ой. Как я вспомню. Как я в было сидела. Ревела. От того что я не хотела этого делать. Да зачем мне этот зайца? Я его есть не буду. Ну вот. Как сейчас помню. Каждое слово я его помню. Когда он меня учил это делать. И научил. Дичь он меня научил готовить. А замуж я выходила первый раз. Обхохочешься. Я же говорила вам что я не умею готовить. Но я видела как готовит мама. Думаю. Да что там хитрого. Ну конечно не зная никаких пропорций. Первый день нашей совместности с супругом жизни. С первым супругом. Я решила сварить суп рисовый. Ну это не то что супом. Это кашей назвать было нельзя. Но я значит сварила. Он у меня естественно остыл. Это даже был не клейстер. Мы думали что мы вместе с кастрюлей и с половником выбросим. Вообще. Все на кучу. Потому что все это стало колом. Он говорит да. Вот это ты меня накормишь. Потом конечно училась готовить. Постоянно была с мамой на телефоне. Мама а сколько то. А сколько чего. А как пережарку на борщ делать. Ну в общем это было весело. Поэтому всему надо учиться вовремя. Но с другой стороны готовлю я хорошо. И как говорит мой папа. А оценка папы моего для меня очень важна. Он говорит ты превзошла свою мать. Это это самая высшая похвала. Которая вообще может быть и существует в моей жизни. Мой папа работал поваром одно время. И готовит он очень хорошо и вкусно. Борщ как он готовил. Как бабушка моя борщ готовила. Папина мама. Ой это вообще казачий наш борщ. На старом затолченном сале с чесноком. И томат был из кислых помидоров. Помидоры солила бабушка. В бочках бочковые. Ходила смывала. И вот эти вот помидоры она потом на терке перетирала. И вот на этом томате. Или был обычный томат и квашеная капуста. Это было нереально вкусно. Вот казалось бы да мы сейчас на мясе. Мясо костный бульон. Мы не понимаем борщ на растительном масле или без мяса. У нас это никто не ест. У нас все первые блюда с мясом. Потому что я знаю точно что есть никто не будет. Хоть какую приправу туда сыпнет. Мясо должно быть. И мяса нужно нашей семье много. Вот. И я допустим я один раз пробовала сделать этот борщ на сале. Затолченная с чесноком. У меня не получилось. Это было невкусно честно. Вот. И папа меня научил готовить борщ. Так. Ну короче. Когда готовит он. Грязная вся кухня. Вся посуда. Но борщ за уши не оттянешь. И он мне сказал. Хочешь получить вкусный борщ. Семь компонентов. Должно быть. И вот из семи компонентов. Минимум. Минимум. Я готовлю борщ. Борщ у меня знатный. Вкусный. А еще мы с вами скоро приготовим. Нашу донскую. Настоящую уху. Уха из петуха. Потому что у меня есть в планах готовить на этой неделе. И я вам расскажу как мы ее готовим на самом деле. Настоящая уха. Наша. Местная. Вот. Какой-то у нас сегодня такой ролик получился болтательный. Да. С воспоминаниями. Ну прям на меня какая-то ностальгия нашла. Стоило только тесто поставить. Потом конечно. У меня было еще несколько таких печальных опытов работы с тестом. Я не умею замешивать тесто. Не умею. У меня я его превращаю в камень. Я его забиваю мукой. Оно у меня тугое. То есть если мы делаем какие-то куличи например. То есть там где хлебопечка не справится. Это у меня делает супруг. Пряники какие-то. Это все делает супруг у меня. Я не занимаюсь тестом. Я не могу. У меня оно не получается. У меня получается как кирпич. Вот. Хоть об дорогу бей. Так что хлебопечки созданы. В помощь таким хозяйкам. Пекарям несчастным. Как я. Ладно. Пойду я. Сейчас уже тесто у меня должно подойти. И сейчас Саша приедет. Но я конечно еще включусь и покажу вам свой огород. Обязательно. Вот он мой самодельный огород. Домашний. Здесь я посадила салатик и укроп. Говорю. Саша. Купи мне семена салата и укропа. Купил такое количество. Как будто у меня плантация. Обхохочешься. Вот такой вот взяли салат. 35 дней срок созревания. Я в прошлом году купила неглядючего. У меня было 60 дней в схожесть. Так мы его и не дождались. Жара лупанула на улице. И он даже... Ну он зашел, но он сразу спекся. Вот. Я в этот раз ему сказала. Ты посмотри срок созревания. Ну вот он взял. Попробуем. Сказали, что не горчит. А мы салат очень любим. В общем, посадила салатик и обычный укроп. Та же компания. Душистый пучок. Так что... Вот. И здесь на подоконнике лук тоже не нашел он. Маленький, мелкий такой. На перышко еще не завезли. Сказали, не сезон. Будет недельки через две. Поэтому, как в детском садике, позасовывала головки, поотрезала верхушечки. И вот так вот повоткнула. Здесь тоже у меня укроп, по-моему. В общем, я две укропа посадила и две салата посадила. Две лука. Еще докуплю базилик и крест-салат. И тоже посажу. Дешево-сердито. Грунт великолепный. В светофоре взяли. Так вот прям как пух. Нежный, замечательный. Вот. Ну а горшков у меня нет. Я так их и не купила. Вот. Пятелитрушки бутылки. Пятелки поотрезала. А увидела эту идею тоже в интернете. Думаю, почему бы мне так не сделать. Все. Сейчас я вот эти вот тоже отнесу на подоконник. И будет нам счастье через месяц. Ну а вот они пирожочки с пылу с жару. В этот раз они у меня с абрикосовым повидлом. Некоторые, конечно, полупались. Ну да ничего, не на выставку. Моя армия все съест. Все. Все дела переделаны. Теперь можно со спокойной совестью немножечко повязать. Всем желаю творческого вдохновения. Ровных петелек. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok